Несмотря на многочисленную мусульманскую диаспору, проживающую в Петербурге, в городе на протяжении почти двух веков после основания не было ни единой мечети. Верующие обратились к правительству с прошением о возможности построить мечеть. В 1882 году формально разрешение было выдано, но решение затягивалось из-за бюрократических проволочек. Только в 1905 году, благодаря содействию Столыпина, вопрос был решен положительно. Неоценимый вклад в дело строительства мусульманской святыни внес Эмир Бухарский. Им была куплена земля, на которой впоследствии была построена священная для всех мусульман мечеть. Не было такой губернии в России, которая не внесла бы посильный вклад в будущее строительство. Летом 1907 год Николай II официально согласовал все документы по возведению будущей мусульманской святыни. Проект здания был разработан Кричинским Васильевым и Гогеном. В 1910 году началось строительство. Через три года мечеть была открыта. Это был большой праздник для верующих мусульман России. В столице стал функционировать центр мусульманской культуры. Как только началась Первая мировая война, строительство затормозилось на неопределенный срок. В 1915 году верующих стали пускать за небольшую плату, чтобы собрать недостающие деньги. Во время Великой Отечественной войны и в послевоенное время на территории мечети располагались склады. Мечеть была возвращена верующим в конце 60-х годов 20 века.